Дорогие друзья, сегодня мы с вами побеседуем о возможности применения возобновляемых источников энергии в городской среде. Прежде чем говорить о применении в городской среде возобновляемых источников энергии, давайте подумаем, что является возобновляемыми источниками энергии. Что принято считать такими источниками? Это прежде всего то, что относится к ветроэнергетике, солнечной энергетике, возможность получения энергии из биоресурсов, поскольку биоресурсы тоже являются возобновляемыми. Это гидроэнергетика и некая тепловая энергетика, не связанная с добычей полезных ископаемых. К такой тепловой энергетике можно отнести тепловые насосы, солнечные коллектора, допустим, получение тепла из древесных отходов. То, что мы можем с вами возобновить в природе. Теперь посмотрим, насколько каждый из видов этой энергетики возможно применить в городской среде. Тепловая энергетика. Вероятность применения в мегаполисах, в крупных городах слишком мала, потому что использование тепла недр затруднено из-за высокой плотности подземных коммуникаций, из-за наличия большого количества кабелей связи, кабелей электроэнергии, водоводов и тому подобное. Солнечные коллектора, к сожалению, не смогут обеспечить необходимым количеством тепла многоквартирных домов. Гидроэнергетика. В городе нет столько площадей, чтобы делать достаточно большие запасы воды для того, чтобы обеспечивать ее генерацию электроэнергии. Биоэнергетика. Тоже достаточно сложно применять в городской среде, поскольку это все связано с газом, воспламеняющими веществами. И потом для получения необходимого количества биогаза требуются огромные емкости, что маловероятно. За исключением может быть переработки отходов. Об этом мы поговорим немножко позже. Следовательно, наиболее вероятно в городской среде можно применять солнечную энергетику в виде фотовольтайки и ветроэнергетику. Вот на этих этапах мы с вами остановимся немножечко подробнее. Теперь мы с вами поговорим, зачем нам все-таки необходимо применять возобновляемые источники энергии в городской среде. Казалось бы, мы можем поставить такие электростанции или такие теплостанции за пределами города и доставлять энергоресурсы в город. Тем не менее, в большинстве случаев у нас могут быть использованы непосредственно в городских условиях некоторые источники возобновляемые энергии. Причины, почему мы должны все-таки их применять в городе. Первое, это, наверное, все-таки экономия энергоресурсов. Как вы знаете, наши города достаточно энергоемкие. Мы с вами потребляем очень много энергии на бытовом уровне, при производстве, при использовании транспорта. Поэтому электроэнергии в городе надо намного больше, чем в сельской местности. Поэтому вопрос экономии энергоресурсов становится, в принципе, во главу угла при определении политики использования возобновляемых источников энергии в городе. Второе, это экологическая политика. Город при его высокой плотности населения сопряжен с тем, что человек производит на этом ограниченном пространстве большое количество отходов своей жизнедеятельности. И все эти отходы жизнедеятельности, как правило, неблагоприятны к окружающей среде. Это и автомобильные выбросы, это и выбросы промышленных предприятий, это наши с вами отходы мусора, который мы производим. Поэтому дополнительная нагрузка на городскую среду от каких-либо источников энергии, желательно избежать этой дополнительной нагрузки. Третий пункт, это все-таки экономическая целесообразность применения. Иногда получается так, что экономически более выгодно использовать возобновляемые источники энергии, чем традиционные доставляемые нам по линиям электропередач или по трубопроводам с газом. Есть моменты, когда невозможно использовать традиционные источники энергии в тех местах, которые требуют получения этой энергии. Вот в этих случаях возобновляемая энергетика является единственным вариантом решения. И все эти примеры мы с вами рассмотрим потом поподробнее. Ну и последнее, это экономия городской территории, экономия вообще просто земли от проведения линии подачи энергии. Это электроэнергия, это тепловая энергия и тому подобное. Давайте посмотрим на конкретные примеры всех этих вариантов использования возобновляемых источников энергии. Наверное, больше придется говорить именно о фотовольтаических применениях в городской среде возобновляемых источников энергии. Однако то, что будем говорить о фотовольтаических, в равной степени относится и к ветроэнергетическим, там, где это представляется возможным. Наверное, уже многие из вас видят, как в Европе, в Америке, в других странах мира огромное развитие получило солнечные электростанции на крышах домов. Как правило, эти солнечные электростанции подключены к основной сети и выработанная электроэнергия отправляется в общую сеть на использование в тех местах, где в данный момент есть потребности электроэнергии. Однако это не является обязательным условием. Даже если ваша солнечная электростанция, расположенная на крыше дома, будет работать исключительно на ваше потребление, есть случаи, когда это является экономически целесообразным. Дело в том, что многие офисные здания, многие предприятия, многие учреждения работают только в дневное время. Посмотрите, пожалуйста, перед вами график выработки электроэнергии от солнечной электростанции в течение суток. Если вы посмотрите, он очень хорошо совпадает с периодом рабочего дня. То есть, по сути дела, большинство таких учреждений, школ, промышленных предприятий, офисов могут просто использовать выработанную электроэнергии от солнечной электростанции в течение своего рабочего дня. Ночью эти учреждения закрыты, а ночью у нас нет выработки электроэнергии. В качестве примера можно привести такую вещь, как кондиционирование зданий в летний период, допустим, в средней полосе России. Ведь мы кондиционеры не используем зимой, мы не используем кондиционеры в осенне-весенний период. В основном они нам нужны летом. Именно летом максимальная активность солнца. Именно летом мы можем максимально получать электроэнергию от солнечных электростанций. То есть, при строительстве такого офисного здания совсем не обязательно закладывать под него большие электрические мощности для того, чтобы обеспечить его электроэнергией вот именно на этот летний период. Есть некие постоянные мощности, которые питает оборудование, которое будет работать круглосуточно, освещение. А периодически возникающие потребности в электрической мощности, как для работы компьютеров, как для работы кондиционеров в летний период могут быть полностью запитаны с помощью таких вот солнечных электростанций, как виды возобновляемых источников энергии. От вопросов экономической целесообразности можем перейти к вопросам экологической направленности. Как уже говорилось, городская среда является концентратором выброса вредных веществ. Например, известно, что в Москве 30 процентов выбросов всех вредных веществ происходит от автомобилей. Замена автомобилей на электромобили позволит существенно облегчить экологическую обстановку в городе. Электромобили требуют зарядки от неких источников энергии. Таким вариантом использования таким источником энергии могут быть возобновляемые источники энергии. Это могут быть зарядные станции, это могут быть непосредственно возобновляемые источники энергии, размещенные непосредственно на поверхности электромобилей. Вот опыт показывает, что в таких солнечных странах, как Австралия, например, зарядки от солнечных батарей на крыше обычного легкового автомобиля вполне хватает, чтобы проехать 30-40 миль от дома до офиса и от офиса обратно. Поэтому применение солнечных и ветровых электростанций в городской черте для зарядки электромобилей позволит существенно облегчить экологические проблемы наших городов. Другим источником экологической напряженности в городе являются бытовые отходы. Во многих странах эта проблема решается с помощью использования этих бытовых отходов как возобновляемого источника для выработки электроэнергии и использования этой электроэнергии в том же самом городе. Твердые бытовые отходы органического происхождения могут быть переработаны на мусороперерабатывающих заводах в биогаз и и этот биогаз при сжигании потом может быть использован для генерации электроэнергии. Примеров такого применения в европейских городах уже достаточно много. Так что это еще один вариант улучшения экологической обстановки в городе, решения проблем со свалками, с отходами и одновременно получения дополнительной энергии для городских нужд. Вернемся еще раз к экономической целесообразности применения возобновляемых источников энергии. Если вы оглянетесь вокруг, вы увидите на улицах города массу объектов, которые требуют подводки электроэнергии. Это и небольшие магазинчики, это источники дополнительной информации, это светофоры, пешеходные знаки, знаки дорожного движения и многое-многое-многое другое. Каждый такой объект, как правило, нуждается в какой-то энергии, в частности в электрической, для того, чтобы он был активен, для того, чтобы он смог помогать населению в условиях города. Если мы к каждому такому объекту начнем проводить свой провод электропитания, мы с вами получим клубок проблем, клубок проводов. Только для того, чтобы в таком крупном городе, как Москва, Санкт-Петербург, провести питание к простому знаку дорожного перехода, нам с вами нужно получить десятки разрешений от всех служб. Нам с вами нужно затратить огромное количество денег на проектирование, на согласование, на строительно-монтажные работы, на обслуживание того, что мы сделали. Поэтому во многих случаях использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи, может решить проблему значительно дешевле. Было подсчитано, что при установке одного, допустим, пешеходного светофора на улице, экономия при использовании солнечной батареи составит порядка 100 тысяч рублей. Просто одного. Умножьте это на количество таких объектов в каждом городе, и вы получите какую сумму, могут позволить сэкономить возобновляемые источники энергии. Вот один из примеров применения солнечной энергетики в городской среде. Парковая зона, как правило, не имеет подводов постоянной электрической энергии. Для того, чтобы обеспечить вот этот подвод, необходимо было провести огромное согласование со всеми службами, с энергетиками, с владельцами подземных коммуникаций. И использование простой солнечной электростанции для освещения парковой зоны позволило сэкономить несколько миллионов рублей только на этапе установки подобной системы. Такие системы появились уже и в российских городах. Другим примером могут служить уже известные многим жителям российских городов использование возобновляемых источников энергии для дорожных служб, для пешеходных переходов, для светофоров, для подсветки знаков на дороге в тех местах, где подведение других источников энергии проблематично. Точно так же можно поступать и с остановками общественного транспорта. Такая остановка не требует много энергии, но тем не менее она должна иметь какую-то подсветку, какой-то рекламный носитель, какую-то камеру, допустим, видеонаблюдение. Электроэнергия на остановке нужна. Как ее запитать всегда является проблемой. Остановок общественного транспорта в городе очень много. Некоторые из них, такие как трамвайные, вообще вынесены на середину проезжей части. Вот в этом случае использование автономных источников энергии, в частности солнечных батарей, может быть очень перспективным. Только на этапе установки новой подобной остановки общественного транспорта можно сэкономить огромное количество средств. Есть в городе такие места, где нам не нужна постоянная электроэнергия. Это места отдыха, места массовых гуляний, когда у нас появляется необходимость в электроэнергии только в определенные сезоны или в определенные дни. Проводить туда постоянное что-то все-таки является затратной вещью. А использование временных источников электроэнергии, таких, допустим, как дизель-генераторы, может испортить всю атмосферу вашего отдыха. В таких случаях тоже наиболее перспективным является применение возобновляемых источников. Это пляжные зоны, зоны массовых гуляний, зоны каких-то походов, которые проводятся тоже в определенное время по интересным местам в городе. Вот примеры такого приведены у вас на экране. Важной задачей в городе является освещение. Как правило, большой город тратит на освещение своей территории до 10% от всей электроэнергии, которую он требует. Здесь огромные ресурсы для экономии. Мы с вами сможем использовать автономную подсветку в очень многих местах. В особенности это может быть востребовано в тех случаях, когда нам нельзя портить архитектурные или исторические значения данного объекта, проводя провода, проводя какие-то коммуникации по стенам данного сооружения. Локальный объект освещения может быть установлен таким образом, что он нисколько не нарушает историческую или культурную значимость нашего с вами объекта. А в быту для обычных вещей, вот посмотрите, для того, чтобы осветить номер дома, каждого дома, а в крупных городах таких домов может быть десятки, сотни тысяч. Мы должны в каждом доме закрепить необходимый провод, подключить его, провести какие-то монтажные работы. И все это дело еще и должно быть обслуживаться, поскольку находится в области воздействия окружающей среды, которая в российских городах, допустим, может меняться от минус 40 до плюс 40. Рассмотрим еще один вопрос применения возобновляемых источников в тех случаях, когда использование других источников электроэнергии просто не представляется возможным. В качестве такого примера можно привести сигнальные огни на высоковольтных линиях. Такие сигнальные огни, как правило, вешаются в районе аэропортов, для того, чтобы предупредить воздушные суда о наличии такого препятствия. Казалось бы, есть электричество на этой электролинии, однако это электричество, как правило, имеет десятки и сотни киловольт напряжений. Использовать для осветительных приборов не представляется возможным. Вот в этом случае на выручку тоже приходят возобновляемые источники энергии. На высоковольтных мачтах, на самих проводах могут быть расположены такие объекты, которые питаются исключительно от возобновляемых источников энергии. И последний пример необходимости применения возобновляемых источников энергии в городской среде. Мы должны сохранить с вами в некоторых случаях ландшафтные и земельные ресурсы от прокладки линий энергопередач. Разрушающее воздействие такой прокладки линий на окружающую среду может быть очень вредным не только с экологической точки зрения, но и чисто с эстетической. В некоторых объектах культурно-массового отдыха или исторических объектов проведение линии электропередач к какому-либо объекту займет определенную площадь или нарушит ландшафт, который был исторически здесь сложился. И это недопустимо. Тем не менее, в таких местах мы уже привыкли с вами пользоваться всеми благами цивилизации. Как-то освещением, информационной связью. И вот примером применения такого возобновляемых источников энергии для решения этих задач может служить Wi-Fi-модуль, который может устанавливаться в любом месте исторического или культурного наследия или в природоохранной зоне без какого-либо воздействия на окружающую его территорию. И таких примеров можно привести очень много. В заключение я хотел бы сказать, что во многих случаях использование возобновляемых источников энергии и, в частности, солнечных батарей может служить очень хорошим добавлением к архитектурному разнообразию наших городов. Можно привести массу примеров изумительных архитектурных решений, которые, с одной стороны, являются полезными, а, с другой стороны, будут являться для будущих поколений примерами архитектуры начала XXI века. Спасибо вам за внимание.